Друзья, добрый день. Сегодня мы хотим поговорить про решение для колл-центров от компании Epimatico. Меня зовут Илья, продакт-менеджер по направлению 3CX и Fanville. Меня зовут Роман Кожевников, я продакт-менеджер по направлению гарнитур VT. Наш рассказ будет строиться из трех основных частей. Коммуникационная платформа 3CX в основе колл-центра, гарнитуры VT, и немножко поговорим про специализированное оборудование от Fanville. Немножко статистики хотели вначале привести. Данные, которые собирали непосредственно мы в компании Epimatico. Даже интересно, насколько вы посчитаете их правильными, точными. Может быть, у вас есть другие данные, делитесь в комментариях или здесь в чате. По нашей информации, на прошлый год в России было почти 6 тысяч действующих колл-центров, также порядка 200 в Белоруссии и больше 350 в Казахстане. При этом только в России количество оборудованных рабочих мест, операторов, колл-центров мы оценили в 125 тысяч штук этих мест. Но, понятное дело, что именно людей, работников, операторов, колл-центров может быть и есть больше, потому что в разных колл-центрах могут работать за одним оборудованным местом в две смены или даже в три, или еще в соответствии с каким-то графиком. Поэтому количество работников оцениваем как примерно 167 тысяч человек, которые в нашей стране являются операторами колл-центров. Ну и особенности этой сферы, наверное, здесь в целом понятны и лежат на поверхности. Во-первых, это, конечно, высокая текучесть кадров, с одной стороны, но если люди уж задерживаются на позиции оператора, то достаточно быстро могут вырасти дальше, соответственно, до супервизора, менеджера и так далее, и так далее в иерархии колл-центров. Люди часто меняют колл-центры, в которых работают, перемещаются из места на место, с позиции на позицию, поэтому отсюда кроется одно из требований к оборудованию, в том числе оно должно быть простым, понятным, интуитивно понятным, не требовать какого-то долгого и дорогостоящего обучения. Чтобы человек мог сразу начинать эффективно работать. А также оборудование должно быть надежным и долговечным, так сказать, чтобы никогда не выходило из строя, чтобы не возникало ситуации, когда человек не может выполнять свои должностные обязанности, потому что колл-центры, они зачастую, как бы, есть такие колл-центры, которые работают круглосуточно, и если человек не может работать, это, соответственно, идет во вред. Ну, да. Конечно, держим также в голове, что оборудование, например, те же гарнитуры могут передаваться от сотрудника к сотруднику, и вообще испытывать большую нагрузку, вот второй пункт, высокая нагрузка на инфраструктуру, это то, что мы как раз говорим про колл-центры, зачастую они работают действительно безостановочно, практически 24 часа в сутки. С другой стороны, колл-центры – это та сфера, которая обычно открыта к инновациям и технологиям, и, соответственно, готовы рассматривать новые решения, всегда быть на переднем краю, так скажем, обороны IT-средств, и стремиться к развитию каким-то новым технологиям, к новым фишкам, которые в том числе мы, как поставщики, тоже можем предоставить. Ну и нельзя отдельно не отметить то, что гарнитура в любом случае является основным рабочим инструментом оператора колл-центра, поэтому сегодня мы сделаем такой отдельный акцент на гарнитурах ВИТИ, о чем нам расскажет Роман. Есть в том числе, например, нормы Санпина о том, что работники могут только какое-то ограниченное количество времени проводить работы непосредственно в гарнитуре, и все равно у них должен быть телефон с трубкой, но даже несмотря на это мы понимаем, что, конечно, подавляющее большинство работников колл-центров так или иначе работают именно в гарнитурах, это удобно освобождает руки, поэтому об этом тоже нужно помнить, говоря об оборудовании. Три составляющих нашего сегодняшнего вебинара – ВИТИ. Да, профессиональные гарнитуры ВИТИ для колл-центров и офисов, эксклюзивным дистрибутором, которого мы являемся с 2018 года, и, соответственно, остальные вендоры – это у нас FANVIL, по которому мы на сегодняшний день являемся мастер-дистрибутором по специализированным решениям, и эксклюзивным дистрибутором по компании 3CX. Сомферной компании 3CX. Да. Ну вот, собственно, с 3CX и начнем, как основа колл-центра, коммуникационная платформа. Более того, мы, как можете видеть, являемся платиновым дистрибьютором, это самый высокий статус в иерархии дистрибьюторов 3CX. И трехзвездочную квалификацию также в 3CX. Здесь 3 звезды – это максимальная оценка, это не как в отелях. Не как в отелях, да. У меня такая шутка родилась. Так что готовы всегда подтверждать свои компетенции. Собственно, с 3CX мы и начнем. 3CX – это коммуникационная платформа, призванная в первую очередь обеспечивать связь между бизнес-подразделениями, связь для бизнеса. И помогать современным компаниям использовать IP-телефонию в работе. Также в коммуникационной платформе присутствуют интеграции с мобильными устройствами, интеграции с различными бизнес-приложениями, собственный чат, система сообщений, удобная продвинутая система статусов пользователей и управление собственной доступностью. 3CX также обладает сервисом аудио-видео, конференций и веб-митингов, а также проведения вебинаров. И в том числе 3CX, как масштабная, полноценная коммуникационная платформа, обладает специальными возможностями для колл-центров. Здесь встает вопрос, а что вообще такое колл-центр, что мы под ним понимаем? И отталкиваемся от того, что действительно разные заказчики в разных сферах бизнеса могут абсолютно по-разному понимать, что такое является в принципе колл-центром. То есть в нашей практике были примеры, когда колл-центром, например, называли 5 сотрудников, сидящих в полуподвальном помещении, у каждого из которого есть по 5 мобильных телефонов, и, соответственно, они отвечают на звонки из разных городов, и вот это вот колл-центр. То есть в этом случае базовые возможности автоматизации и вообще в принципе возможности API-телефонии уже являются прорывом. И заказчик был приятно удивлен, что оказывается можно все делать по-другому, что можно использовать один телефонный аппарат вместо 5 мобильных, что можно экономить на связи. Но все равно это колл-центр. Бывают, конечно, колл-центры на 1000-2000 операторов, с максимально продвинутым используемым в работе функционалом, когда считается эффективность всех показателей, когда максимально стремятся улучшить свою работу, когда операторы постоянно меняются по сменам, и это не 10, не 20 человек, а действительно сотни и тысячи. Конечно, это уже другой уровень подхода к тому, что такое колл-центр, но все равно это колл-центр. И нужно понимать, что потребности заказчиков в зависимости от этого могут быть совершенно разными. И нужно понимать и слушать, что действительно нужно людям, что нужно человеку для эффективной работы. И, соответственно, мы стараемся все эти потребности удовлетворять. Интересно, кстати, что часто приходят запросы не на колл-центр, а на контакт-центр. И здесь тоже у людей есть разные понимания, что вообще подразумевается. То есть бывает, например, что под контакт-центром подразумевают некую систему, которая объединяет такие вещи, как социальные сети, возможность писать в мессенджер, и зачастую там даже, в принципе, не подразумеваются голосовые коммуникации. Здесь в таком конкретно случае это уже речь не про колл-центр в нашем понимании, не про 3CX, все-таки базовая коммуникационная платформа для голосовых, ну и в том числе видеокоммуникаций, не для общения в социальных сетях. Поэтому изначально нужно понимать, чего хочет заказчик, чтобы уже потом более правильно удовлетворить все эти потребности. Ну вот, собственно, сейчас мы говорим как раз про 3CX и колл-центры в нашем понимании. Кроме базового функционала телефония, о котором, конечно, мы сейчас говорить не будем, у нас есть много вебинаров вообще, о чем, что такое 3CX, есть возможности, мы всегда готовы поделиться ссылками и записями. Запись сегодняшнего вебинара тоже, конечно, будет в открытом доступе, как и всех предыдущих. В 3CX предусмотрены специальные возможности именно для колл-центра. Такие, как, в первую очередь, конечно, очереди вызовов. Достаточно популярное мнение на рынке колл-центров, что колл-центр начинается там, где появляются очереди. Ну, действительно, с этим глобально спорить трудно, но не только одни очереди, также распределение операторов по группам или по времени, по квалификации. Контроль в режиме реального времени, наличие всевозможных продвинутых отчетов, возможности для супервизоров, для менеджеров, такие как вклинивание, прослушивание, режим суфлера. Уведомления всевозможные, которые приходят по e-mail или, например, в виде куши в мобильном приложении. Мониторинг всего происходящего в виде дашбордов в режиме реального времени. Это все то, без чего современный колл-центр жить не может и те возможности, которые предоставляет 3CX. 3CX лицензируется по количеству одновременных вызовов, о чем мы еще, может быть, чуть подробнее скажем, и по редакции. То есть 3CX есть три редакции – стандарт, профессионал и интерпрайз. В зависимости от этого и возможности платформы также различаются. Эту табличку можно всегда в открытом доступе изучить подробно на сайте 3CX.ru на русском языке, ну или на ком, если кому-то так удобнее, на английском. Но я хочу обратить внимание, что базовый функционал есть в редакции «Стандарт». И действительно могут быть колл-центры, которые сами себя считают колл-центрами, но при этом им достаточно самых простых возможностей. звонит, можно совершать входящие, исходящие вызовы, и хорошо. Но все-таки большинству пользователей для работы уже необходима редакция профессионал, где как раз присутствуют все вот эти вот вышеописанные возможности для современных колл-центров, то, о чем мы говорили на предыдущем слайде. Но есть также редакция «Энтерпрайз». Здесь тоже есть свои дополнения, свои отличия. В первую очередь это то, что кроется в так называемых, в классификации вендора, расширенных возможностях для бизнеса. В первую очередь это встроенный отказоустойчивый кластер. Для колл-центров, особенно крупных, особенно работающих на аутсорсе, это может быть и является крайне важным фактором надежной системы и отказоустойчивость. Поэтому об этом не нужно забывать и нужно учитывать, соответственно, в том числе рассматривая конкретно 3CX, что есть три разные редакции с отличающимся набором функций, и нужно конкретно понимать, что заказчику подойдет в этом случае. По отвечанию вопроса Андрея в чате, по заявлению вендора резервный АТС поднимается в течение 7 минут. Вот такая официальная информация, говоря о отказоустойчивом кластере. В колл-центре также мы упомянули про дашборды и продвинутые отчеты. Вот как это выглядит. Можно смотреть на текущее время, количество абонентов в очереди, количество занятых операторов, количество операторов в очереди, ну и в том числе при исходящих обзвонах, предиктивных или прогрессивных, например. Общее количество вызовов, количество вызовов в данный момент. Среднее время ожидания абонента в очереди – один из самых важных показателей для колл-центров. И количество пропущенных вызовов – это, пожалуй, наверное, самый важный вообще показатель для бизнеса и для коммерческих колл-центров. Вот примерно так это выглядит. Вы всегда можете также посмотреть, потестировать, сами полазить в 3CX. У 3CX есть бесплатные тестовые версии, но и, соответственно, у всех партнеров тоже у вас есть ваши лицензии. Так что здесь особо на каждом пункте подробно останавливаться не будем, но чуть-чуть поговорим еще про деньги. Как я уже сказал, 3CX лицензируется по количеству одновременных вызовов не по количеству операторов, не по количеству рабочих мест, а именно по количеству одновременных вызовов. То есть здесь нужно прикинуть, посмотреть действительно, сколько в пике одновременных вызовов максимально может быть в конкретном колл-центре, в зависимости от количества операторов, от других показателей. Также важно учитывать, работает ли колл-центр в основном на исходящие обзвоны или на входящие. То есть сколько людей одновременно должны находиться в очереди этого колл-центра. И, исходя из этого, уже выбрать лицензию, сделать нужные расчеты. Самая минимальная редакция до 8 операторов, редакция стандарт, то есть с минимальным набором функций телефонии, стоит 0 рублей. Это действительно бесплатная лицензия, которую предоставляет 3CX всем желающим. Если мы говорим о колл-центре с более продвинутым функционалом, редакции Professional или Enterprise, например, на 20 операторов, в зависимости от этих всех нюансов, о которых я говорил, цена варьируется примерно от 861 до 1500 евро в год. У 3CX также есть бессрочная лицензия, это немножко другая история. Можем рассказать лично, если будут вопросы. Здесь цены приведены в год. И, например, большой колл-центр на 120 операторов. Здесь цены варьируются примерно от 4 до 9 тысяч евро в год за полноценную коммуникационную платформу со всеми возможностями. Здесь мы не учитываем стоимость сервера или облачного хостинга, но это относительно не такие большие затраты. Ну, и вы, наверное, сами представляете, сколько это может стоить. Конечно, для партнеров существуют партнерские скидки. Если вы хотите об этом узнать подробнее, обращайтесь, можете мне писать. Расскажем о партнерской программе 3CX тоже, но это отдельная большая тема для большого вебинара, так что сейчас, конечно, подробно не будем останавливаться. Я думаю, прервемся на 5 секундный вопрос. Звонки, находящиеся в очереди, считаются. Да, звонки, находящиеся в очереди, занимают один из вот этих вот залицензированных в вашем ключе одновременных разговоров. То есть, соответственно, если, например, 10 сотрудников компании, лицензия на 16 одновременных вызовов, 10 человек одновременно разговаривают, 6 входящих звонков находятся в очереди. Получается, мы все 16 заняли, 17 уже не сможет прозвониться, появится ошибка 5000, по-моему, она называется. Ну, в общем, возникнет ошибка, то есть это нужно действительно учитывать при разработке проекта. Олег, если мы говорим про лицензию, например, на 8 одновременных вызовов, ну, то, что на данном слайде приведена как пример бесплатной лицензии, да, это 8 одновременных звонков. То есть, ну, понятно, что, например, операторов может быть, ну, на самом деле и 20, но если на 20 операторов хватает 8 одновременных вызовов, то окей, ну, в колл-центрах такая ситуация вряд ли бывает. Обычное количество операторов именно в колл-центрах синхронизируется с количеством одновременных вызовов. То есть, есть сферы, в которых это может очень сильно различаться, в 5, в 10 раз, например, даже, то есть очень много абонентов, но редко звонят. В колл-центрах коэффициент примерно один к одному. Я, наверное, на этом примерно закончу свою первую часть, сейчас передам слово Роман и немножко отдохну. Если нужна будет более подробная информация, например, про те же отчеты, дашборды, это отдельная большая тема, у нас есть много скриншотов, материалов, так что обращайтесь, всегда готовы поделиться, пишите в чат, в комментарии. Еще вопрос. Да, еще вопрос от Андрея. Можно ли кастомизировать дашборды? В целом, да, можно. Вот как раз сейчас проект сказал, что давайте, Андрей, может быть, после вебинара я тоже с вами свяжусь, но если у других слушателей будут вопросы, пишите, конкретно про это поговорим. Да, коллеги, еще раз приветствую всех, кто присоединился к нашему вебинару и продолжим уже на следующем немножко уровне, но тоже очень важное оборудование – это гарнитуры, которыми, соответственно, пользуются операторы в колл-центрах. Как мы уже говорили, у нас в портфеле есть бренд VT, который уже довольно-таки давно, больше 10 лет занимается производством гарнитур специализированных для колл-центров, которые, кстати говоря, можно использовать не только в колл-центрах, но и в различных сценариях, также в офисе. Например, в нашем офисе, в офисе компании Epimatico мы также пользуемся этими гарнитурами. И, значит, по презентации я постарался выделить наиболее важные моменты, которые у нас присутствуют в оборудовании от компании VT и которые, соответственно, сегодня вам презентую. И первое, о чем хотелось бы рассказать, это гибкость вендора, гибкость решений, которые вендор предоставляет как для колл-центров, так и для офисов. То есть на сегодняшний день у нас есть три вида гарнитур. Они внутри себя подразделяются еще на проводные и беспроводные. Ну, соответственно, перечислим там с самого начала. Первая гарнитура, которую вы видите, начиная с левого края слайда, это гарнитура Bluetooth. Она беспроводная, она очень удобная, она очень гибкая в плане подключения, например, к телефону, у которого есть Bluetooth, либо к компьютеру, на котором тоже есть либо донго, либо встроенный Bluetooth. Далее у нас идет гарнитура, которая работает по стандарту DECT, это радиостандарт. Также можно подключать либо к компьютеру, либо, соответственно, к телефону. И третий вид, разновидность гарнитуры, которая есть, которая в большинстве случаев используется именно в колл-центрах, да, вот в тех колл-центрах, которые присутствуют на фоне данного слайда, таких довольно-таки больших. Это проводная гарнитура, которую можно в различных сценариях подключить либо к телефону, соответственно, софтфону, да, и через 3CX, соответственно, осуществлять какие-то вызовы, ответы. Обязательно через 3CX. Только через 3CX. Вот. Или, соответственно, подключить его к телефону, как уже мой коллега Илья говорил, что есть некие нормы, да, нахождения именно в гарнитуре во время работы оператора колл-центра. И, соответственно, можно менять уже способ коммуникации с заказчиком, партнером через клавиатуры, либо через трубку, в зависимости от утомления, которое наступило у работника. Следующий аспект, на котором хотелось бы остановиться, это экономичность, да. Мы всегда заявляем и будем заявлять, что наши гарнитуры, гарнитуры компании, ведь одни из самых экономичных на рынке. И, учитывая наши реалии нашего рынка и реалии заказчиков, которые в большинстве случаев обращаются к нам за решением, они спрашивают решения экономичные. И здесь, как пример, хотел бы привести нашу гарнитуру. Самая дешевая гарнитура в нашем портфолио стоит чуть больше 1000 рублей. До скачка валюты это стоило до 1000 рублей, 990, если быть точным. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день у нас курс немножко подрос. Надеемся, что он все-таки в итоге стабилизируется, и мы сможем вернуть цены на прежний уровень. Но, тем не менее, мы остаемся в рынке, мы все еще остаемся одним из самых экономичных решений на рынке без ущерба качеству продукции. Дальше, о чем застрим внимание, это качество звука. Наверное, ни для кого не секрет, что чем качественнее звук, который мы получаем, тем легче работать, тем легче услышать то, что вам говорит ваш клиент, ваш контрагент по телефону, и вам легче будет сориентироваться, вы быстрее будете это делать, что также, опять же, повлияет на эффективность работника именно в колл-центре. Поэтому компания VT дополнительно застряет на этом внимание и старается делать качественные продукты из качественных компонентов, которые позволяют обеспечить HD-качество звука, которое присутствует в гарнитурах. Также, помимо качества, есть различные вариации исполнения гарнитур, которые позволяют использовать гарнитуру в различных применениях. То есть бывают различные, как сказать, колл-центры, помещения колл-центров. Если посмотреть на слайд, у нас больше представлен вид колл-центра OpenSpace, в котором люди не огорожены какими-то большими рамками, кабинами, в которых они работают. И, соответственно, здесь, скорее всего, идет фокус на то, чтобы люди могли как-то переговариваться между собой, может быть, давать какие-то советы во время работы. И в данном случае, например, если бы обратился к нам партнер-заказчик или заказчик, мы бы порекомендовали ему использовать именно модель с одним ухом, чтобы людям было, соответственно, удобно переговариться по каким-то моментам, друг другу помогать и осуществлять какую-то коммуникацию помимо коммуникации с контрагентом, который находится на звонке. А если это какой-то закрытый колл-центр, существуют какие-то специализированные кабины, в которых работают операторы, здесь уже не принципиальная их коммуникация между собой. Можно использовать и нужно, наверное, использовать решение с двумя ушами, чтобы никакие посторонние шумы не отвлекали вас от вашей работы, и ваша работа была сделана четко, правильно и в отведенные под это рамки. Потому что, как мы знаем, эффективность работника оценивается не только при расставлении информации, но и времени, которое на подачу этой информации применяет. Кстати, если будете прорабатывать колл-центры с нашим оборудованием из 3CX, и будет вопрос, где достать эти кабинки, в том числе звукоизоляционные, можем всегда посоветовать. Так что по всем вопросам нам пишите. Да, обязательно поможем. Следующая очень важная вещь – это шумоподавление. Ни для кого не секрет, что некоторые колл-центры наверняка стараются сэкономить в каких-то моментах, и, может быть, в каких-то применениях они решат сэкономить на тех же самых кабинах, чтобы обеспечить изолированность сигнала именно одного звонка. И в этом случае гарнитуры VT приходят на помощь, у них имеется эффективное шумоподавление, с помощью которого можно будет отсечь посторонние звуки, и заказчик на проводе, на звонке, соответственно, не услышит каких-то дополнительных ненужных слов, ненужной информации и позволит, соответственно, осуществить эффективную коммуникацию и помочь контрагенту или клиенту, который находится на звонке. Далее один из немаловажных также свойств гарнитур VT и, в принципе, любых других гарнитур – это безопасность, потому что операторы все-таки, являясь сотрудниками по найму, они осуществляют свою деятельность и не обязаны как-то жертвовать своим здоровьем. Поэтому в гарнитурах VT осуществлена технология так называемая Safe Tone, которая позволяет защищать органы слуха оператора в случае, если при осуществлении звонка громкость сигнала, поступающего к нему наушник, как в данном случае показано на стадии, либо на два наушника, превысит какой-то пиковый порог, что позволит как-то повредить слух оператора. То есть здесь аппаратная и софтверная части позволят урезать завышение звука, что позволит сохранить слух оператора и продолжить работать в эффективном режиме. Также мы при консультации наших партнеров и наших заказчиков, мы очень часто слышим, что операторы очень сильно жалуются, что некоторые производители гарнитуры очень сильно не застраивают внимание на такую вещь, как вес гарнитуры и именно сама жесткость, с которой они сидят, а оператор на голове. Поэтому VT предлагает продукцию только облегченной конструкции. Мы это тестировали на себе, я это тестировал также как продукт-неджер на себе долгое время. Находиться в данной гарнитуре абсолютно комфортно в течение всего рабочего дня, может быть, даже и больше, потому что она практически не ощущается на голове, она не давит на уши, она не сдавливает тебе голову. То есть у тебя после использования этой гарнитуры нет неприятных ощущений, и ты можешь продолжать эффективно осуществлять коммуникации. Вот, наверное, у девушек-операторов связи часто возникает проблема, что гарнитуры за волосы цепляются. Я думаю, нам с тобой это не сильно грозит. Да, нам с тобой, ну, мне, по крайней мере, это не помешало. Да, очень часто, да, соглашусь с Серьей, очень часто такие вопросы поступают, и должен сказать, что мы давали и даем, и продолжаем давать, и предлагаем каждому из наших партнеров, заказчиков взять гарнитуры на тест, протестировать их, так сказать, в боевых условиях и решить для себя, насколько они удобны именно для операторов. Но, насколько я знаю, ко мне не приходило каких-то отрицательных отзывов, что гарнитура как-то цепляет волосы. Вот. Так, у нас появился вопрос, какое время автономной работы гарнитуры с Bluetooth. У нас раскрыть эту тему будет немножко дальше. Я предлагаю продолжить по презентации, и вы услышите ответ на этот вопрос. Также, помимо гарнитур, которые идут с прямым разъемом, да, то есть есть также различные варианты подключения, либо это может быть QD, либо это может быть RJ для подключения к телефону. У нас существуют модели, так сказать, универсальные модели, разъем у которых на гарнитуре заканчивается разъемом QD, которые можно будет при помощи соответствующего переходника преобразовать в любой из необходимых разъемов, будь это USB, будь это RJ, либо 3,5-2,5 мм. То есть в различных применениях гарнитура построится именно под ваши нужды при помощи переходника, который, соответственно, нужно будет приобретать отдельно. Но для своих клиентов, для поддержки своих продаж, так как, вы знаете, мы занимаемся брендом Ялин, который производит IP-телефоны, у нас в комплекте к таким универсальным гарнитурам с разъемом QD идет переходник QD RJ для подключения к IP-телефону, который работает с телефонами Ялинк. Дальше, отвечая на вопрос слушателя нашего вебинара. У наших гарнитур очень высокая автономность и очень быстрая зарядка. Это действует только для беспроводных решений, то есть для DECT и Bluetooth гарнитур. Возвращаясь к Bluetooth гарнитуре, про которую, соответственно, был вопрос, время автономной работы гарнитуры с Bluetooth. На сегодняшний день у нас есть две модели, это 9500 и 96002, две модели, у которых время автономной работы является до 21 часа. То есть я сам лично тестировал эту гарнитуру порядка 10 часов. То есть работает она стабильно и все это время, не то чтобы она была в бездействии, просто там находилась у меня на шее, она реально работала. Я включил музыку и, соответственно, проверял ее на устойчивость, на время автономной работы, да, и автономности вообще в принципе, насколько она стабильна и реально работает на большое количество времени. 21 час заявлено производителем, так что, как бы, здесь, я думаю, на любой рабочий день этого должно хватить, и проблем возникать не должно. А если мы говорим про гарнитуру DECT, которая работает по стандарту радиосигнала DECT, здесь уже автономность несколько меньше, здесь автономность до 8 часов. Все, конечно, зависит от нагрузки, но я также ее пробовал, использовал, тестировал в офисе, что, в принципе, вам тоже советую, если у вас есть сомнения, либо вы хотите дополнительно согласовать это с заказчиком, показать ему, так сказать, продукт лицом, вы можете взять у нас на тест и в течение какого-то времени протестировать и убедиться в качестве, и убедиться, соответственно, заказчика приобрести данный продукт. Основные вопросы действительно важные, потому что в колл-центрах, может быть, не очевидно, с первого взгляда есть много сотрудников, которые постоянно перемещаются, то есть не сидят просто как операторы, а это, например, супервизоры, менеджеры и так далее, и так далее. Для них действительно важно все время быть в движении, не быть привязанными проводами, иметь возможность разговаривать через гарнитуру, но и при этом, чтобы действительно она не садилась в течение 8 или 12-часовой смены. Да, и помимо, кстати говоря, супервизоров, про которых сказал Илья, также существует, и, наверное, их сложно назвать колл-центрами, наверное, это все-таки некий такой офис продаж, в которых сотрудники практически все оснащены такими беспроводными гарнитурами, и им принципиально важно, чтобы они постоянно находились на связи, чтобы они могли передвигаться по офису между какими-то отделами, и быть всегда на связи, иметь возможность вообще предоставить какую-то информацию контрагенту. Здесь, соответственно, наше решение позволяет осуществлять и оборудовать такие офисы для осуществления таких эффективных коммуникаций. Дальше. Амбушюры из кожезаменителя. Мы считаем, что это очень важно, потому что комфорт именно операторов очень сильно влияет на его продуктивность, поэтому все наши гарнитуры комплектуются амбушюрами из кожезаменителя, которые позволяют комфортно использовать данный продукт при осуществлении своих должностных обязанностей. Кстати говоря, даже самые бюджетные. Даже самые бюджетные комплектуются амбушюрами из кожезаменителя. Ну и, наверное, последний пункт, на котором хотелось бы рассказать сегодня, это гарантия. Как мы знаем, гарнитура – это более-менее такой расходный материал, но, тем не менее, компания Appymatica предоставляет гарантию до 24 месяцев. Это, соответственно, на старшей модели. И на младшую модель VT1000 предоставляется гарантия 12 месяцев, в течение которого вы можете обменять гарнитуру, соответственно, вернуть гарнитуру бракованную, если обнаружится какой-то брак, и получить, соответственно, от нас новую. То есть не надо ждать какой-то долгой замены. Все работает четко, быстро. Мы всегда стараемся помочь заказчику в любых ситуациях. Как я уже говорил, наверное, с моей стороны все. Опять передаю слово Илье. Илья нам расскажет про очень интересные специализированные телефоны для колл-центров от компании Fanview. Все так, действительно. Третий кит нашей сегодняшней презентации по решениям для колл-центров, конечно, глобально нельзя забывать о том, что в колл-центрах используются и обычные телефоны, например, для менеджеров, IP-телефоны E-Link те же, домофоны, сетевое оборудование. Но мы, конечно, не можем объять необъятное. Можете в том числе в записях на YouTube посмотреть вебинар, который проводил в прошлом наш руководитель технического департамента Дмитрий Балашов на все эти темы, почитать наши статьи. Сейчас мы остановимся на основных пунктах, на специализированном оборудовании для колл-центров. И в том числе в завершении поговорим про телефоны Fanview. Давайте я, наверное, предложу Роману сейчас ответить еще для завершения разговора о гарнитурах и перейдем дальше уже к этим замечательным телефономам. Да, коллеги, возник вопрос, какие органы управления есть на Bluetooth-гарнитурах. На Bluetooth-гарнитурах есть управление громкостью и ответ на вызов. Это все, что имеется на Bluetooth-гарнитурах. Часто, на самом деле, наши партнеры, заказчики даже не знают о существовании подобных телефонов, о которых я сейчас вам расскажу. Fanview серии X2, специализированный телефон для колл-центров. То есть мы уже поговорили про 3CX в основной сети, о гарнитурах. Но вот эти аппараты также находят свое место и используются в колл-центрах. Они действительно не имеют трубки. То есть это специализированный IP-телефон для того, чтобы подключать к нему гарнитуры. Конечно же, гарнитуры ВИТИ мы рекомендуем в первую очередь. Обязательно. И использовать в колл-центрах. И вот эта верхняя металлическая закругленная подставка – это, собственно, как раз держатель для того, чтобы на него можно было вешать гарнитуру. Его совсем не обязательно устанавливать. Он достаточно легко вынимается и устанавливается. Но это просто удобно, и гарнитура не будет валяться где-то на полу. Не нужно будет специальных крючков придумывать. Вот специальное место рядом с телефоном. Хочу добавить один момент к словам Ильи. Мы как value-added дистрибьютор, как дистрибьютор, который заботится о наших партнерах, заказчиках, и также глубоко прорабатывает оборудование, которым он занимается, мы тестировали гарнитуру VT с телефонами Funvel, так же, как и с другими телефонами, например, Ялинк, Гигасет, которыми мы также занимаемся. Все имеет полную совместимость, все работает четко, без каких-то дариканий. Да, конечно, мы сами всегда проверяем действительно все, что продаем. Ну вот, собственно, вот эта модель X2P для использования в колл-центрах обладает цветным дисплеем 2,8 дюйма, индикацией кнопок Mute, Hold и Автоответ, двумя сип-линиями, HD-звук поддерживает, конечно же, поддерживает технологию PoE. Ну и вот здесь, кстати, кроется небольшой момент, мы их поставляем без блоков питания, для того, чтобы цена и партнерская розничная была немножко ниже, потому что поддерживается технология PoE. Но если вам нужен будет блок питания, его также можно будет купить отдельно, то есть, ну, просто мы не навязываем то, что, возможно, вам не нужно. Разъемы RJ9 и 3,5 мм, и RJ9 не один, а два, для также дополнительной возможности подключения гарнитуры супервизора или суфлера. То есть, в любой момент сотрудник может подойти и или проконтролировать, послушать, или прийти на помощь, и, соответственно, подключить дополнительную гарнитуру тоже. Возможность подключения специальной педали, то, что вы видели на предыдущем слайде на картинке, действительно ножная педаль, которая позволяет принимать и отбивать звонки. И, насколько мы слышали от производителей в Индии, такие решения очень популярные, где, в принципе, очень много колл-центров. В России, может быть, действительно еще не так много есть таких инсталляций, но находит свое применение. Действительно, мы предлагаем эту педаль, она есть у нас на складе. Так что можете также и протестировать, посмотреть. Очень интересное решение, которое позволяет освободить руки и сэкономить время оператора. А колл-центры – это то место, где действительно время и деньги в самом прямом смысле этого выражения. Также есть более дешевые модели в линейке X2. Это телефоны X2C или X2CP, соответственно, с или без поя. Они обладают тем же функционалом, по сути, схожим корпусом, с единственным важным отличием. Это отсутствие вот этого цветного дисплея 2,8 дюйма. Ну и за счет этого они дешевле. То есть если X2P, который на картинке в рознице стоит 60 долларов, то X2C или X2CP, соответственно, либо с поя, либо с блоком питания, стоит 40 долларов. Ну и для справочной информации, вот эта педаль PD-1, о которой мы говорили, стоит 25 долларов в розницу по курсу ЦБ Российской Федерации. Можно ли персональный статистический оператор колл-центра выводить на дисплей этого телефона? Интересный вопрос. Не тестировали, таких кейсов не было, но боюсь, что нельзя. Обязательно запомню, Андрей, этот вопрос. Спасибо, очень интересный кейс. Подумаю, что здесь можно предложить. Но на самом деле этот телефон достаточно простой и относительно дешевый. То есть если брать топовые модели, например, от Fanville, тот же X210, например, там, конечно, больше экранов, больше возможностей для вывода информации. Здесь наши возможности более ограничены. Но за вопрос спасибо. Мы это запомним. Совместимо, конечно, оборудование Fanville с различными производителями, поставщиками сервисов и оборудования. Но мы, опять же, рекомендуем использовать коммуникационную платформу 3CX в верхнем левом углу среди всех логотипов и гарнитуры VT, которые тоже на этом слайде, естественно, есть. На этом, пожалуй, все. Спасибо вам за ваши вопросы. Если будут еще какие-то вопросы, предложения, замечания, комментарии, пожалуйста, пишите. И наши контакты на экране. Всегда будем рады пообщаться. Раз вопросов нет, да, коллеги, еще раз всем спасибо. Да, мы отключаемся еще пару минут последним за чатом. Если у вас будут догонки какие-то вопросы, пишите. Ну, или пишите нам на почту. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok